Хваталки, копалки и тому подобное. Начнем с копалок, снимем проще. Ну, для тех, кто по физике пока не проходил, чтобы было понятно глазами. Лопаты вы когда-нибудь работали? То есть на картинках. Если работали лопатам. Точа задача что-нибудь выкопать, вскопать грядку и так далее. Вопрос. Лопаты лучше держать вот так или вот так. Сверху. Итак, вот первое положение, вот второе. Какой лопатой копать удобнее? Лопатой с вот такой рукояткой или лопатой с вот такой рукояткой? Взберный. Взберный. В физике это будет называться. Кричорочка, вот она. Вот точка проворачивания лопаты, точка обора. А вот эта часть лопаты будет проворачиваться. Вот, кстати, я тут часть опускаю. А что, эта часть лопаты будет делать? Подниматься. Двигаясь по часовой стрелке, она будет подниматься. Вот, собственно, вскопывание есть. Так? Вот скажите, для такого тяпания, значит, вот этот рычаг в нашем случае лучше иметь длинную. Согласны? Да. Почему? А там же перемещение оказывается очень большим. Здесь совсем чуть-чуть лопата сдвинется, а здесь лопат, рукоятка для меня. Но зато силу мы увеличиваем много-много раз. И копаем. Теперь смотрим копающее зверьё. Ну, лучше всего копанию приспособлено кроты. Очень своеобразные ребята, цокоры, слепыши и вся прочая группа. Кроты-то несконоядные. А цокоры и слепыши-то грызуны. Тоже роют сложнейшие системы проходов, как кроты, но роют они совершенно безумным образом. Они прогрызают землю. Они грызуны, у них гигантские, самозатачивающиеся, всю жизнь растущие лесцы. Так? Ну, а теперь подумайте, какая у вас возникла проблемка, если бы вы решили прогрызть себе дорогу в земле. Вот у вас круг связанная, вы собираетесь совершить побег и прогрызаете для себя ту ночь. Ну, мы просто сломаем все звуки, потому что они нас к этому... Да вы бы вздохнулись первое, что бы с вами произошло. Потому что земля бы что вам забила? Вы прогрызаете проход. Получается, что мы просто... А куда вы земли додеваете? Ну, хорошо, вы... Да? А дальше куда? Ну, у вас в рту порция земли есть. Дальше вы куда деваетесь? В любом месте. Нет, ну, дождевой червяк... Это ребята вообще простые, при их степени простоты тела. Они просто глотают эту землю и спокойно и быстро прогоняют по пищеварительной системе, выбрасывая назад. Так? И червяк никогда не скутает две разные вещи. Что он делает? Он завтракает. То есть он завтракает. Будет ли он быстро выбрасывать содержимое червяка? Нет. Он будет долго и внимательно его разминать, растирать, переваривать, всасывать. А если червяк идет на прогулку, то он, естественно, ничего не разминает и не всасывает. Он просто захватил, прогнал, выбросил, захватил, прогнал, выбросил. Ну, это возможно только при очень простом устроении тела. Млеки так себе позволить не могут. Слишком много на воротах. У вас какие зубы резцами называются? Все это не были? Ну, самое переднее. У нас две пары резцов. Так вот, разумно, как правило, одна пара резцов на каждой челюсти. Так вот, они прорезаются не внутри рта, а вот так вот растут сквозь. В результате, вот зверюга держит рот закрытым. Так? Вот попробуйте сами. Не размокая в губ. Можете ли вы раздвинуть челюсти? Да. Сдвинуть можете? Да. То есть, делать движение челюстями, не размокая в губ, вполне возможно. В результате, цукор из лепыши, работая резцами, вот совершая жующее движение резцами, губ не размыкают. А это значит, земля в рот не попадает или нет? Нет. Нет, рот не сбывается. Вопрос, куда деть измельченную землю? А вот куда? Мы вот здесь измельчили, а дальше, а дальше лапами делаем движение, как будто плывем брасом. Да? Только с каким усилием надо раздвигать конечности? Вам надо утрамбовать разрыхленную землю в боковые стенки прохода. Таким образом решают сразу две задачи. Во-первых, дорогу для движения вперед. Вы себя освободили? Да. Освободили. А стенки своего туннеля вы укрепили? Да. Укрепили. Кроты. Кроты работают примерно так же, но они не вразумны. Поэтому у них нет вот этих дивных резцов. И всю работу они делают только лапами. А из-за этого следует, что лапы у них должны уже быть отлично приспособлены и к размечению грунта, и к его трамбовке, уминанию. И усилия они должны развивать огромное. Так? Поэтому у кротов совершенно неожиданное устройство лопаток. У нас с вами лопатки, плоские кости, идущие трямую по поверхности грудной плетки на спинной стороне. А у крота, если у нас скелетик, крота, посмотрите, проще. Вот сам скелетик, а лопатки вот такие. А какой лопаток копать удобнее? Вот такой же, вот такой? Длинная рычаг. У остальных зверей таких лопаток не бывает. Усилие в этом случае на ладони может развиваться совершенно фантастически. Так? А теперь скажите, кроту лучше иметь узенькую интеллигентную ручку или вот такую лопату? Лопату. Поэтому редчайший случай, если я притащил сюда скелетик, крота, и просил вас посчитать пальчики в передней ладони, вы бы насчитали шесть штук. Хотя не бывает шести пальцев, мы это с вами обсуждали. Развивается за мизинцем дополнительный скелетный элемент, несистемный скелетный элемент, несистемный окопчик, который не является пальцем. Но зачем она нужна? Что она позволяет сделать? Да, расширь лопату. Взял более надежную широкую лопату. Да, вот это немножко про капалки.